Друзья, мы продолжаем эфир. Это новое утро в рамках первого городского телеканала. Три года назад женщины в Казахстане начали открыто говорить о недопустимости насилия. Приходится признать, что оно у нас есть. И не только на улице, но и дома. Мужчины стали агрессивнее, может быть. Или это способ подавить слабый пол, может быть, свои комплексы или свою слабость. Тоже может быть. Поговорим об этом с нашими гостями. У нас сегодня в студии Дина Смаилова, руководитель проекта «Не молчи в Казахстане», а также Файзулла Каменов, председатель общественного объединения «Уран». Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в октябре. Дина, когда и с чего начался ваш проект? Три года назад с моего поста, где я сказала «Не молчите». Пост в Инстаграм? Нет, пост был в Фейсбуке. Я на тот момент была известным достаточно продюсером в Казахстане, который занимался людьми. И вот вышел такой пост, где я сказала «Не молчите о сексуальном насилии, если над вами произошло». Сразу масса людей откликнулась на это все. Да. Просто пост был достаточно откровенный. Я написала о том, что пережила сексуальное насилие в юности. И я поняла, что об этом нельзя молчать. И об этом надо говорить. Ну, Инстаграм пестрит, что в октябре эта проблема есть. И вы приехали непосредственно по этой теме. Да, у нас на сегодняшний день, в октябре, у нас пять уголовных дел. И даже сейчас вот уже шестое дело поступило в наше производство из октябре. К сожалению, два из них по детям. Остальные тут уже по взрослым людям. Но насилие присутствует, к сожалению. И вы правильно сказали, что приходится признать, что оно есть. Но, к сожалению, мы еще не признали наше общество. До сих пор еще не признала факт, что в Казахстане есть насилие. А у вас с чем связано? Да, почему общество не признает? Для того, чтобы мы, как только мы признаем этот факт, как это сделано за рубежом, скажем, в европейских странах или еще где-то, как только оно будет признано, тогда начнется с ним борьба с насилием. Вот смотрите, да, три года существует ваш фонд, не молчи. За это время в Казахстане ситуация стала лучше, либо хуже, если говорить правду. Правду. Говорим правду. Абсолютно изменилась ситуация. Я считаю, что изменилась значительно. Во-первых, сознание населения, общий фонд такой, что действительно мы стали меньше молчать. Вот, пожалуйста, сколько фактов даже просто в городе Актобе представьте, чтобы три года назад вы публично обсуждали изнасилование. Может такое быть? Ну, было намного меньше таких фактов, намного. И второй факт – это то, что нас услышало правительство, и сейчас в парламенте уже закон о сексуальном насилии, где речь идет об ужесточении наказания. А сейчас какое наказание есть? Наказание, в частности, для насильников, по первой части, оно очень маленькое, от 3 до 5 лет. И к тому же, когда он признает вину и говорит, что он рассказал, то из зала суда он уходит на 2,5 года. Это ужасно. Да. Подряд были несколько таких приговоров, но то же самое делает Альга, да, когда дают 2,5 года и отправляют в тюрьму. И это, конечно, вообще не приговор, потому что восстанавливается жертва насилия всю жизнь после изнасилования. Забыть этот эпизод невозможно. Он остается всегда с этим человеком, но просто постоянно надо над собой работать. Дина, ну цифры этого года испугали многих. 680 случаев изнасилования. Да, за 9 месяцев, да. Вот это да. Я вас еще больше испугаю, потому что если вы посмотрите на статистику Украины, там 408 изнасилований за прошлый год, за целый год, с населением 48 миллионов страна. У нас в прошлом году зафиксировано 1332 изнасилования, на население 18 миллионов. То есть, понимаете, разница какая, да? Не просто там в два раза, в разы у нас больше. И по статистике Казахстан сейчас занимает первое место по сексуальному насилию среди стран СНГ. То есть это очень вообще рейтинг, не самый лучший. Вот, и поэтому, когда наше правительство, когда наше общество самое главное, да, когда наша правоохранительная система признает, что в стране есть насилие, и когда выработают четкие меры борьбы, тогда только мы начнем что-то вот. Почему мы так долго идем к этому, что... Потому что мы не признаем, что есть насилие. Смотрите, на всех уровнях мы его не признаем. Девочку изнасиловали, как называется? Уят. Не пойдет ни в полицию, никуда. 10% заявляют в полицию о том, что они были изнасилованы. Из вообще населения, которое подвергается, вот, из тех, кто пришел, это всего 10%. Из тех 1332. Ужас. Это только 10%, потому что остальным стыдно. Остальные ей не скажут. Остальные будут бояться за маму, за папу. Есть очень много причин не пойти в полицию. Первое, бояться полицию, бояться родственников, расстроить, стыдяться этой темы, бояться, что их будут осуждать общественность. В общем, масса причин. Ну, это менталитет обсуждения. Обсуждение, да. То есть у нас в Казатане очень высокий уровень молчания. Вы помните, да, случай в соседней России, когда на одном федеральном канале девушка зарабатывать стала на том, что ее изнасиловали в качестве пиара, да? Нет, давайте делаем так. Канал стал зарабатывать на том, что ее изнасиловали. Ну, возможно. Если честно. Вознимать рейтинги. То есть, да, потому что как преподнести тему? То есть на самом деле изнасилование было, факт был. Но когда эту девушку вытаскивают на канал и предлагают, давай-ка мы с тобой... Заплатим хорошие деньги. Тебе заплатим деньги, то есть она понимает, что, оказывается, на этой теме можно деньги делать. То есть это тот вариант, когда, например, если бы за рубежом это происходило, для, допустим, Америки это нормально, да, то есть выйти в эфир, еще на этом заработать, еще потом книгу написать, фильм снять и стать известной, очень миллионершей, да. Это да, но у нас в наших реалиях, при том, что она напишет реальную историю, да, у нас в наших реалиях это будет подвергаться осуждению и восприниматься как мошенничество. А вот вы защищаете только женщин, детей, либо мужчин тоже? Да, у нас есть... Личный интерес такой, да? Ну, ни в коем случае, нет. На всякий случай, что ли? Нет, нет, нет. Мужчин тоже защищаете? Мужчин надо защищать от агрессии, от собственной агрессии, и для этого нужны какие-то центры. А как? Да. Это надо работать. Это надо работать. Во-первых, это должны быть психологи. А во-вторых, мужчинам надо объяснить, вы не видоваты, что вы агрессивны, но с вами надо работать, чтобы вы свою агрессию не... Ну, опять же, у нас не все мужчины пойдут к психологу, понимаете? Опять же, это потому, что эта тема не обсуждена. Потому что у нас психологов сравнивают с психотерапевтами. Нет, с психиатрами. Или с психиатрами. Вы как относитесь, как мужчина, к ситуации сложившейся? Вы ведь тоже председатель общественного объединения «Уран». Это очень... Ситуация очень парадоксальная. Наше общественное объединение создано сегодня буквально 6 месяцев. Мы это учредители ветеранной спецподразделения, органов национальной безопасности. И когда вот где-то 4 месяц пошел, мы встретились с Диной Смаиловой. И проговорили эту тему. Мы еще не понимали вообще сложно этой ситуации. Но когда она... Пообщались, посмотрели, когда она сказала, что действительно Казахстан занимает первое место среди девчонок, подростков от 14 до 17 лет по изнасилованию. Первое место в мире. Вот она сейчас приводила ей этот ужас. Это ужасно. Это ужасно. И когда прониклись, чем мы можем помочь? Оказывается, просто нужно мужское плечо помочь. Чем мы можем? И в связи с этим сейчас у нас вырисовывается наше объединение. Мы работаем в трех направлениях. Физическая защита жертв насилия во время судебных процессов. Потом сейчас мы запускаем сайт Парабона. Это во благо бесплатная правовая помощь адвокатов. И третий вот интересный проект посыл – женская самооборона. Мы сами не знали, что этот проект пойдет вообще на это дело. Когда начали зато, сейчас в городе Нур-Султане провели несколько тренингов бесплатных с привлечением профессиональных тренеров по рукопашному бою. В городе Алмата, в Талдукургане, в Караганде. И там мы очень элементарным приемом самообороны, если, не дай бог, когда насилие в отношении жертвы идет, как они можно вырваться оттуда и убежать. И эта тема интересная стала для самих женщин. Они сами начали обращаться, у нас уже готовы, у нас филиалы в 11 областях, и здесь в Ак-Тюбе тоже есть у нас филиалы. И сами женщины начали обращаться. Вот когда первый у нас тренинг прошел в Нур-Султане, там пришла женщина, казашка с дочкой, она, кажется, была этой жертвой насилия. Теперь она проходит. И вообще интересные у нас тренера тоже пошли навстречу, они проводят эти тренинги бесплатно, и следующий год же год волонтера. Вот в Алмате мы проводили тренинг, там уже девчонка поучаствовала на мастер спорта по боксу и кикбоксингу, она теперь самолет. Я бесплатно всех в Алмате готов обучать элементарным приемам ТБО. И женщины потянулись, поверили. И одно из направлений, которым мы занимаемся, в школах мы занимались, я был 34 года носил погоню, из них 22 года прослужил службе Арстан, комитета национальной безопасности. А кто-то я хорошо знаю, в 2012-16 годах в этих спецоперациях я был руководителем этих спецопераций. Ну, знаете, да, Тера, когда я был до последнего. И мы вот ветераны собрались, чем мы можем, они начали заниматься антитеррористическим подводком в школах. Потом пошли дальше. Раньше в самом страшном сне нельзя было, чтобы в школу пришли, расстреляли, это американцы. А после Керчи, Кемерово мы начали посадить. Есть ли вооруженное нападение в школу, что должны делать персонал школы, что должны делать ученики. Мы уже провели несколько мастер-классов, тоже бесплатных тренингов в Мурсултане. Есть согласование с Министерством образования. Провели в Алмате, Талдыкургане, Каравенде проводим. И по всем тем областям, где у нас в Ильялое, собираемся проводить. Здесь мы находимся вместе с Диной Смаиловой, с фонда «Не молчи» по этому трагическому случаю. Ну, нам известно, что вы также посещали школу «Октьюбе». Какие предложения были от родителей? Я как раз к этому и виду. Вот вчера буквально была встреча с 42-й школой, там специфическая казахская школа, тем более, как она училась там. Но когда Дина выступила, все сказала, она в тренинге, что должны делать. А потом уже на казахском тоже там есть свой менталитет, нюансы, объяснили, чем мы собираемся, для чего мы здесь, для чего приехали. Приехали, чтобы делать в школе профилактику. Одно из этих отношений, кто насильник? Насильник мужчина. А мужчина кто? Это тот мальчик, который сегодня ходит в эту школу, подросток становится. Те золотые времена, когда мы учились в школе, мы все хотели быть и санкиками, и пограничниками. Если как, взялся за руки девчонка, обязан жениться. У нас в мыслях не было, что девчонку-то не было. Помните времена? Конечно. Чужой копая зашел, там останавливает с девчонкой, пропускает отдельно. Вот эти моменты мы, почему-то нам кажется, в школе упущено мужское воспитание. Так, может, неправильно воспитываем тогда мы мальчиков? Я не могу сказать неправильно. Вот именно, говорят, сейчас мужское воспитание, возможно, не хватает. И одно из направлений нашего объединения, военно-патриотическое направление, в этом отношении мы сейчас начали заниматься. Вот именно в школах, где кадетские классы есть, вот, ну, что они два раза провели, очень удачно получилось. Военруков, физруков, мужчин, и заниматься именно мальчиками, что вы будущие защитники, вы должны защищать своих матерей, своих сестер и будущих супруг. Там пойдут, у меня вот пять внучек растут, что мы должны не то, что насилие применять, а именно должны заниматься. И когда вы эту тему, почему вы приехали, мы должны заниматься. То, что произошло, это тяжело, да, там есть нюансы, это тяжело. Семье этой девчонки, да, дай бог, что им нужно. Мы должны профилактики, именно заниматься мальчиком, вливать по капельке глаза. Ты мужчина, ты защитник Родины, а в первую очередь ты защитник своей семьи, своих одноклассниц. А вот нюансы только, буквально на днях в Мурсултане повесился шестиклассник со школы. О, шестиклассник заступился за одноклассницу, а он занимался джи-джитсу. Его одноклассники затравили, и он сделал буквально на днях. Ну вот и аналогичная ситуация, когда мальчик написал, записал. Где-то что-то поменялось. Я к чему скажу? Ужас. Не все спокойно королевство, да, скажем. И, наверное, все смешалось в доме Облонска, как классики говорили. Видимо, весь в обществе что-то такое. Вот министр образования интересной мысли сказал. Хорошо, где-то недорабатывает государство, там, министерство образования, учителя, школа, полиция. А где родители, а где общество? Вот мы гражданское общество решили вот своим опытом делиться, вот это движение заниматься. В первую очередь, именно пусть она не пригодится, чтобы женщины могли сами себя элементарно защитить. А второе, именно заниматься с мужчинами. Мы как бывшие военные, которыми занимаемся, чтобы мальчик потом уже постепенно рос. А так получается, как вот этот 21-м, его никаким словом обзывать нельзя. Он же чей-то ребенок, он же где-то рос, его-то школа же воспитывала. Почему? Как он дошел до этого? Ну вот как вы считаете, вот парламент примет закон об ужесточении? Без этого никак, либо ситуация остается прежней. Сейчас просто вопрос стоит немножко спорно. Почему? Потому что занесли два закона. Один закон занесла генеральная прокуратура, второй закон занесли депутат парламента Альтаев. Если посмотреть историю принятия законов в Казахстане, у нас только 3% депутатов заносили законопроекты, разработанные собственные, уручные. И вот Альтаев, как молодой депутат, который вот только вот 2 года как стал депутатом, заносит закон. И почему-то вот он как-то вот сложно заходит. Там просто есть очень хорошее дополнение к закону генеральной прокуратуры, потому что у генеральной прокуратуры по-своему хороший закон. Но у Альтаева есть хорошее дополнение как закон о домокачестве и хорошее дополнение о том, чтобы вот жертвам насилия предоставляли юридическую, психологическую помощь законодательно. То есть они должны быть защищены. Вот сейчас у нас защищены законодательно только дети. До 14 лет дается каждому ребенку адвокат и психолог на следствие. А старшие уже выборочно. Знаете, вот кто-то соблюдает этот закон, кто-то нет. А по идее даже до 18 лет предоставлять услуги бесплатные от государства. Вот. А женщины, они не защищены. Получается, если, например, групповое изнасилование, у нас был случай, когда у каждого подсудимого, 4 подсудимых, у каждого подсудимого адвокат и общественный защитник, мама или папа. И она стоит одна, без адвоката, а перед ней стоит у каждого 2 человека 8 человек. Ужас. Сами подсудимые, это, знаете, какое-то давление колоссальное. Это вот это выдержать и в суде, и в следствии, это же не только там. Это на следствие, вот очная ставка идет, сидит этих 8 человек, сидит эти подсудимые, сидят, а у нас с ними и работает. Это невозможное напряжение. Поэтому женщины сходят из инстанции, просто уходят. Вот люди требуют в качестве наказания смертную казнь применять. Как вы думаете, это испугает преступников? Нет, не испугает. И мы против. Я лично против смертной казни. Почему? Потому что в нашей практике... Мне нравится смотреть вам в глаза. Они полны, знаете, интеллекта. И я знаю, что у вас большие планы. Видно по вам. Да, я даже читаю между строк. Какая палка двух концов. Почему? Истина где-то посередине. Ну, вообще-то я тоже с этими людьми уже перевоспитать, я считаю, невозможно. Нет, но я считаю, что вот у нас, например, три дела уголовных, когда подростков обвиняют в изнасиловании, трех подростков в Алмате, а потерпевшая девочка выходит во все каналы, как меня не насиловали. Мама ее ведет ее к гинекологу, и гинеколог ей доказывает, что она детственница. А экспертиза показывает, что у нее множественные разрывы. Как, вот, при условии нашего правосудия, как этим мальчикам дают по 8 лет. Как мы защищали этих мальчиков. Вот в данной ситуации, не молчи, обычно защищают женщин, а здесь мы защищали мальчиков. У нас есть еще один такой случай в Таразе, когда ребенка осудили просто по фотографии ладони. А экспертизу этой фотографии ладони, на фотографии ладонь взрослого мужчины с волосинением, крупная. А у него вот такая подростковая, 16-летняя такая беленькая ладошка, никакое сравнение с этой ладонью не идет. Понимаете? Могут быть ошибки, да, и если, ну, скажем... Да это не ошибки, это, мне кажется, я промолчу, это эфир. Соговорные дела бывают. Согласен. Ну, то есть спорные какие-то вопросы, да, могут обвинить... И вот представьте, мы вот этому человеку вынесем смертный приговор. Вот. Это же опасно, это просто очень опасно. Мы не имеем права. Тут очень много различных структур, которые должны влиять на это все. Если бы было у нас такое право. Кстати, они влияют, все это понимают, они вообще, что прокуратура, что юстиция, что депутаты, мажористы, в этом вопросе, в принципе, понимание есть. Наш город готов меняться? Как женщины реагируют? Я могу сказать, что, вот, например, мы с чем столкнулись, да, с Петербургом Ильичем? Мы увидели очень хороший отклик от Акимата Вашего. То есть они готовы к сотрудничеству, они готовы все предоставить. Вот только наши... За один день они нам собрали родительские комитеты, чтобы мы могли поработать с родителями. За один день нам собрали психологов школьных, чтобы пока мы здесь находимся, чтобы мы могли поработать, опытом поделиться. Потому что вот у нас в практике 100 уголовных дел за три года. У нас 37-й насильник сел в тюрьму вчера. Поэтому это... Ну, вы представьте, какое достижение. За три года я обычный продюсер, в Алмате обычный журналист Алмат Мухаммеджанов. И мы делаем такую работу, да, то есть 37 человек сели в тюрьму, да, из насилования. Поэтому, конечно, все с таким откликом. Давайте, давайте, что вы знаете, расскажите. Ну, вот, работает. Вот опасность грозит не только жертвам насилия, но и вам тоже, наверное, работать опасно. Ну, маленький секрет открою вот сегодня. Не надо, можете большое открыть. Уран с нами. Именно потому что, ну, меры безопасности. В принципе, вот как раз это одно из первых, когда она предлагала, это физическая защита именно. А сейчас физическая защита даже пригодилась именно, господи, наш сотрудник. Чтобы была какая-то ситуация. У меня пять уголовных дел в блок-тубе. И у нас была прямая угроза даже для некоторых подозреваемых, скажем так. Даже так. Хорошо. И в завершении нашей беседы мы бы еще бы с вами говорили, но сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. Да, тема серьезная. Тема серьезная. И можно говорить, как вас найти, если понадобится, не дай бог. Запишите наш телефон. Давайте озвучим. Телефон доверия, не молчи, 705-151-400. 151-400. Дорогие друзья, не бойтесь делать звонков, не бойтесь задавать вопросов. Пишите на WhatsApp, можно писать. Надо слегка найти и Уран, и не молчи, мы и в Facebook, и в Google. Наш пресс-секретарь Руссием как раз он находится здесь. Он сейчас выставит сайт, что куда можно обращаться в любое время дня и ночи. А вообще вот в отношении, что Ак-Тубе готова, Ак-Тубе готова. Вчера Акимат понимает хорошо. С родителями мы встречались, тоже положительно понимает. Сегодня встречались с педагогами в области, тоже такие. Мы сами не ожидали. Вот такое состояние хорошо прошло, что, и тем более, когда мы свои планы, вот какие мере профилактики озвучили, в принципе, понимание есть со всех сторон. И со стороны правительства, и со стороны общества вроде, и вместе, совместно. И это дело такое, которое надо только вместе сжать кулак. Спасибо вам за вашу работу. Мы благодарим всей редакции «Нового утра». Хочу поздравить с прошедшим праздником независимости и наступающим Новым годом. И вместе мы победим это на сей, не только в Ак-Тубе и в Ак-Тубе. Декабря в праздничном эфире, который будет посвящен Рождеству. Для вас работали Дмитрий Шиш и Маша Максимлюк. Берегите себя. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин